Легендарный автогонщик и путешественник, неоднократный рекордсмен книги Гиннесса о Райнер Цитлоу в Чебоксарах. Летом этого года он установил мировой рекорд 12,5 тысяч километров всего за 5 дней. Где проходил его путь и на каком автомобиле он был пройден. Сюжет об этом смотрите далее, а я с вами прощаюсь. До завтра. Путешествия для Райнера занятия привычные. На его счету множество достижений мирового уровня, но рекорд такого типа был установлен впервые. Маршрут автогонщика проходил через страны Средней Азии, Иран, Турцию и Балканский полуостров. 5 дней, 18 часов и 22 минуты. Это почти по 100 километров за час, позабыв про еду и сон. Маршрут стал современной интерпретацией знаменитого шелкового пути. Вы знаете, что в 13 веке жил знаменитый итальянец Марко Поло. Он был первым, кто отправился в Китай с целью торговать и вернулся домой, нагруженный шелком. Его поездка длилась 4 года. Я подумал о том, чтобы повторить его путь. Но, конечно же, хотел сделать это побыстрее, чем за 4 года. Для такого маршрута необходим надежный автомобиль. Для своей экспедиции путешественник выбрал Volkswagen Tiguan. С турбированным двигателем, объемом 1,4 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Результат фантастический. За время поездки не произошло ни одного технического сбоя. Более 12,5 тысяч километров пройдены легко и комфортно. Путешественник со своей командой настолько доверились известной немецкой марке, что даже не взяли с собой запасное колесо. Но Райнер уверяет, что Volkswagen это и российская машина. Этот автомобиль собран и произведен в Калуге. Совершенно ничем не отличается от той, которая сделана в Германии. Поэтому это и ваш российский мировой рекорд. У чебоксарцев появилась уникальная возможность пообщаться с человеком-легендой лично, взять автограф и сфотографироваться с ним и его знаменитым автомобилем. Именно на машинах этой марки Цитлоу совершил свои самые запоминающиеся путешествия. Рифат Фаткулин, Арена Гавелян, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова